Я эту тему поднимаю каждый раз и хочу вам сказать, и вот со студентами у меня была первая лекция на прошлой неделе по методике преподавания эстрадного пения. Мы каждый раз говорим о том, что на нас лежит очень большая ответственность. И вот встретившись со студентами, с третьим курсом, у нас в училище проходит очень большой блок по педагогической подготовке наших выпускников. И каждый раз, встречаясь с новым курсом, я им говорю, что друзья мои, если вы спели плохо концерт, то от этого, пардон, никто не пострадает. Согласны? Ну пострадает сам артист, который расстроится. Пострадает того педагог, который скажет, ну опять все как всегда. Но публика послушала равнодушно, неравнодушно и ушла. И публика наших артистов забывает очень быстро. И давайте не будем себя обманывать, заниматься самообманом и говорить о том, что ну мой ученик спел так, что полгорода теперь будет полгода об этом вспоминать. Друзья мои, это не так. Давайте не будем обольщаться. Поэтому спетый неудачный концерт, в общем, никому вреда не нанесет. А вот неудачно проведенный урок, это уже можно говорить, что это вред для наших учеников, потому что наша ответственность, когда мы выходим на сцену и когда мы приходим в класс для работы с учениками, наша ответственность во многократ увеличивается, как вы понимаете. Потому что мы воздействуем на голосовой аппарат наших учеников. И воздействуем, иногда воздействуем, мягко иногда вторгаемся, если нам для чего-то это нужно. Но в любом случае воздействие идет более сильное, чем то воздействие, которое мы как бы на свою публику производим. Правда же? Мы можем себе говорить, что я сегодня спела так, что публика вообще внутренне раскрылась и в публике произошел катарсис. Друзья мои, катарсиса не происходит. Он происходит в исключительных случаях. Опять-таки не будем обольщаться. Поэтому возвращаемся к нашим баранам. Первый наш баран – это наша ответственность, которую мы несем, когда работаем с учениками. Я каждый год сталкиваюсь с тем, что мне приводят подростков, очень хороших, надо сказать, которые по первости пели сами, у них все само хорошо получалось, преподаватели их поддерживали, ну, слава богу, не вредили. А потом приходят, говорят, мы остановились, мы не знаем, как дальше развиваться. Причем я никогда не спрашиваю, кого вы занимались, и никогда, многие вы меня знаете, да, я никогда не оцениваю работу предыдущего педагога. Но, к сожалению, оценка работы педагога происходит самими родителями. Вот недавно, я вам, по-моему, рассказывала на прошлом, да, столкнулись с тем, что поступает девочка, которую я слышала на конкурсах, еще год назад слышала. И надо сказать, что девочка мне очень понравилась. Девочка поступает, я думаю, ну, наверное, они правильно подберут репертуар, за консультацией мне никто не обращался, а они у нас для абитуриентов летом бесплатные. Ну, думаю, ну, раз вы такие все самонадеянные, родители, педагоги, ну, поступайте с тем, с чем вы поступаете. И в плане выбора репертуара с девочкой, в общем, были совершены тактические ошибки. И я говорила коллегам, вот у нас поступает такая-то девочка, я ее слышала на конкурсе, интересная девочка, и вдруг мы по видеозаписям слышим, что ничего интересного вообще там за этим нету. Все оголилось. Естественно, она не прошла даже на второй тур. И когда мне написала мама, я ей объяснила, что, вы знаете, репертуар был подобран, не так. Вы могли бы проконсультироваться, ну, если не с нами, со своим педагогом. На что не была выдана фамилия педагога. И она мне написала, что мы с педагогом занимались 8 лет, а потом мы решили, что, извините, это нафталин. И мы пошли к какому-то другому педагогу, который нас готовил, у нас было всего 8 занятий. Ну, извините, я понимаю, что сейчас с многими из вас мы на эту тему общались. Несомненно, вокальные фишки очень важны. Но, друзья мои, когда вы, некоторые из вас, не знают, как обеспечить человеку нормальную вокальную базу, и вы кидаетесь за этими фишками, потому что фишки, я сама фишки преподаю, но смотря кому, и смотря на каком этапе, потому что фишки являются маркетинговым ходом, несомненно, если вы занимаетесь, там, я не знаю, каким-нибудь там фраем, к вам скорее, может быть, побегут, и вы больше наберете себе учеников. Знаете, сейчас новая история, да, приходите ко мне, я вас научу преподавать, вы будете зарабатывать на преподавании вокала. Сталкивались? Но больше всего меня удивляет, когда предлагают пройти онлайн-курс и стать регрессологом, и зарабатывать в профессии регрессолог. Вот это, ребята, страшно, да, я не буду говорить, что такое регрессолог. Итак, и то, что мы услышали, извините, девочку я слышала, в те годы, когда она занималась у педагога в течение 8 лет, извините, нафталином занималась, это была приличная девочка, и ее сделали современной, и показывать нечего, и оказалось, что король голый. Я сейчас не перекладываю ответственность с одного педагога на другого педагога. Здесь, как вы сами понимаете, ответственность родителя, в первую очередь. Это был выбор родителей, девочка зависимая, бога ради. Мы сейчас не обсуждаем родителей, но вопрос в том, что у нас есть такое отношение к эстрадному вокалу. Эстрадный вокал – это недовокал, потому что то, о чем мы с вами будем сегодня говорить, возможно, для вас будут вещи какие-то очевидные, но почему-то 80% педагогов этим не занимаются. Эстрадный вокал – недовокал, репертуар выберу на конкурс, отвезу, фишечки сделаем, модненько все сделаем, будет все замечательно. А потом вот это все, извините, приходит к нам. Я не говорю, что всем надо идти в профессию, но опять-таки я вижу, как очень многие люди обманываются, потому что в течение 5-8 лет, я не ту девочку имею в виду, а кого-то другого, гипотетического, они занимаются вокалом, а потом мы сталкиваемся с тем, что вроде человек в детстве пел хорошо, а когда он повзрослел на 10 лет, то, что было хорошо 10 лет назад, уже вроде как и нехорошо. И мы не понимаем, что с этим делать. Тогда я сразу же говорю коллегам, занимайтесь арт-терапией. То есть человек приходит к вам петь, у него идет эмоциональная разгрузка, у него, возможно, уверенность в себе увеличивается, хотя это тоже достаточно большой вопрос. И когда это с ним происходит, неважно, как он поет, неважно, чисто он поет, это я к нашей теме сейчас приближаюсь, неважно, свободно он поет или нет, ему классно. Ну, друзья мои, тогда давайте будем называть, что мы занимаемся арт-терапией. Ну, для того, чтобы заниматься арт-терапией, тоже нужно и соответствующее образование, и соответствующая подготовка. Тогда арт-терапия. И что я сейчас вижу? Маленькая горстка педагогов, которые работают серьезно, я их просто знаю, некоторых из них я приглашаю на работу, так, на минуточку, там и образование, есть и мозг, и повышение квалификации, причем неформальное. Есть горстка педагогов, которые занимаются арт-терапией, называя это вокалом, и есть горстка педагогов, но в основном это не вас касается, а касается совсем молодых, которые работают в частных музыкальных школах, в школах, которые работают аниматором. И когда я на конкурсах, меня просят провести мастер-класс, честно говоря, на конкурсах не люблю это делать, потому что я не понимаю, кто моя целевая аудитория. У меня есть моя целевая аудитория, серьезные педагоги вокала, причем я не говорю эстрадного, они могут преподавать и другие виды вокала. У нас один трехдневный семинар посвящен вопросам и посвящен процессам, на которые на уроке у нас уходит всего 15 минут. Как вам такой подход? Для меня это подход настоящий, для меня этот подход честный. А как за три месяца можно научиться преподавать, взяв ученика с нуля и доведя его до какого-то более-менее, условно говоря, профессионального результата? Я не знаю. Я просто говорю про уровень нашего отношения, погружения в профессии. И сейчас это как никогда стало очень острым вопросом. Если ты не можешь работать с профессионалами, ну иди поработай с детьми, там же все просто. Или иди поработай с любителями, как вы, там же все просто. Да не делю я любителей и профессионалов. Один и тот же человек, который требует к себе в профессиональном смысле честного отношения. А этого отношения иной раз педагог дать не может по той причине, что он что-то где-то не доучился. Мы когда с вами говорили на прошлом занятии про методику, я вам говорила, вот книга Дмитриева, она настолько доступная и распространенная, что люди идут мимо нее, потому что им кажется, что там ничего ценного нет. А если бы вы умели читать литературу, вы бы нашли там очень много чего ценного. И вот эти сейчас процессы стали как-то вот выползать очень широко. При всем при том, что занятие вокалом стало доступным, при всем при том, что информации море, качество, во всяком случае, наших абитуриентов стало почему-то понижаться. И несомненно, меня это волнует, и я анализирую всю эту ситуацию. И ситуация с аниматорами, которые работают в качестве аниматоров, она до сих пор существует. Я понимаю, что я этого переделать не могу. Но что я могу сделать? Во всяком случае, те люди, которые приходят ко мне, вы прекрасно меня знаете, я могу обращать ваше внимание на очень серьезные процессы, мимо которых многие педагоги, извините, скажу грубо, фигачат на своих уроках вокала. Понимаете, когда мы профигачили нечистую интонацию, потому что я слышала, что она была нечистая, но мне важна координация между дыхательной мускулатурой и артикуляционной мускулатурой, я в данном случае понимаю, что я потом к этой интонации подойду с другой стороны. А если я мимо иду, потому что мне показалось, что здесь все было хорошо, и я этого не услышала, а многие педагоги не слышат просто потому, что, ну извините, музыкальная грамотность не очень высока, психологический фон, эмоционально-психологический фон, на котором человек развивает свой голос, на котором учится петь. Мы сейчас это оставляем в стороне, вы понимаете, что это огромнейший пласт, который просто нам сейчас не охватить, и не будем его охватывать. Следующий момент. Почему человек не попадает в ноты? А потому что его музыкальная грамотность, так будем говорить, его наслушность достаточно низкая. Надо сказать, что уже с 80-х и с 90-х годов, я помню, годов, я помню, что в училище, когда у нас была эта, мы осваивали систему Кабалевского, была такая система, как уроки музыки в школе, и тогда эту систему очень здорово стали ругать. За что? За то, что дети на уроках мало стали петь, но много стали слушать музыки. У меня нет мнения по поводу того, что плохо это или хорошо, потому что тогда, когда можно было слушать музыку и не петь, было что слушать, было слушать каких вокалистов. В те годы были нормальные вокалисты. Мы по радио слышали, ну, может быть, там, извините, такую советскую эстраду, но, во всяком случае, вокально поющих людей было больше. И когда мы посредством массовой информации слушали хороший вокал, и на уроках музыки с детьми мы слушали, там, не знаю, хорошую музыку или какую-то музыку, они у нас развивались. А сейчас я вам не буду рассказывать, кто к вам приходит. А приходят те, у которых и музыкальной подготовки нету, а есть еще и те, которые еще музыкальную школу закончили, а никакого представления вообще о том, что такое квинта и чем она отличается от октавы. И у них-то этого нет. То есть, опять-таки же, мы пожинаем плоды нашего общего музыкального образования. Приходят и такие, да? И еще приходят те, у которых плохая связь между слухом и голосом и, соответственно, плохая нейромускульная координация. А вот теперь давайте разбираться. Скажите, пожалуйста, должен преподаватель нормального вокала, недоэстрадного, недовокала, должен понимать, что такое мышечный тонус, какие отклонения в мышечном тонусе бывают не просто у вокалиста, а у человека. Причем не на уровне того, как он бегает или сидит на месте, а, в общем, на уровне процессов, которые с нами происходят, когда мы выполняем сложные движения. Ведь пение, помимо того, что это сложный вообще процесс, который регулируется мозгом, это ведь еще и сложный мускульный процесс или нейромускульный процесс. Должен преподаватель в этом разбираться? Как вы думаете? Должен. Преподаватели любят говорить о том, что да, петь нужно свободно. Но почему при этом свободном пении, как вам кажется, мы вышли на какой-то звук, а почему тонуса в звуке нет? И почему преподаватель не слышит этого тонуса? И почему преподаватель не видит отсутствие тонуса? Или излишний? Ну, излишний тонус легче услышать, да? Слово «интонация» и слово «тонус», они, ладно, коренные. Поэтому я, например, а естественно, я могу говорить только то, что делаю я, потому что... Ну, не потому что своя рубашка ближе к телу, а потому что это мой инструмент. Первое, что я делаю в работе, даже вот с такими вот, кому медведь на уху наступил, я работаю с его тонусом, потому что нейромускульная координация и тонус – это города побратимы. Но основное, на чём мы сейчас сконцентрируемся, сконцентрируемся на чисто вокальных вещах. Ну, словно говоря, да, возьмём... Когда мы всё поём на грудном резонаторе. На грудном резонаторе и на грудном регистре. Разницу между регистрами и резонаторами, я надеюсь, вот это объяснять не нужно. Итак, я пошла на грудном регистре, только на грудном резонаторе. Я не буду подключать никаких других резонаторов. Я там перескочу. Но та нота, перед которой я перескочу, вы слышите, какая она низкая? Почему? Не позаботилась я. Я не позаботилась и резонатор. Дальше. Если я пойду сверху... Слышно, да? Я сейчас специально гипертрофированно пошла с головного, условно говоря, академического звучания. Я очень люблю академические вокалы, я им тоже занимаюсь. Но я сейчас говорю о перебарщивании. Что получается? Ну, во-первых, мы свой диапазон уменьшаем, а во-вторых, да, звучание идёт, уже я вниз пошла, а что делать? Песню-то внизу тоже надо петь. Звучание идёт тусклое, и, как правило, оно с тенденцией к завышению. Соответственно, мы сейчас с вами рассматриваем очень локальные процессы. Хотя очень часто для нашей работы, если у меня в руках есть хороший метод, он уже работает. Но если я только на этом методе зациклена, и я не вижу других процессов, процессов тонуса, процессов нейромускульной координации и ещё очень много других процессов, это даст мне результат. Но надо смотреть шире. Итак, если мы идём с головы вниз, условно говоря, удерживаем эту голову, то нижние звуки, то, что они у нас будут недоозвучены, это понятно, они у нас ещё интонационно будут нечистые. А если мы своих учеников, ну я сразу же хочу сказать, что я своим ученикам прививаю смешную манеру звукоизвлечения. Когда они этой манерой хорошо владевают, мы можем уже включить и усиленную грудную манеру, и так далее, и всё что угодно. Так вот, когда регистры плохо соединяются, а давайте будем говорить так, что плохое соединение регистров, это не ученик виноват, что у него такой голосовой аппарат тяжёлый, это педагог виноват, который не разобрался в процессах, почему он плохо соединяет. Продолжение следует...